Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Привет друзья. Специалисты говорят, что предрасположенность к раку может иметь генетическую природу. Если в семье был онкобольной, то его дети и внуки тоже находятся в группе риска. Коварная болезнь проявляется даже через несколько поколений. Семейная могила Заворотникова находится на закрытом кладбище деревни Анкудинова, в новомосковском административном округе столицы. Там похоронен отец знаменитой актрисы Юрии, брат Святослав и его жена Надежда. Телережиссер, член Академии российского телевидения Юрий Андреевич Заворотнюк умер в 2015 году. Данные в Википедии ошибочны. Причину смерти родственники не называли. Говорили лишь, что он скончался от тяжелой и продолжительной болезни, а его уход был долгим и мучительным. Эта смерть потрясла семью прекрасной няни. Настя души в отце не чаяла. Ее старший брат, который работал режиссером монтажа в Астрахани, по официальным данным, умер от перитонита в возрасте 52 лет в 2018. Однако вездесущие журналисты сразу предположили, что причиной раннего ухода из жизни отца и брата Анастасии стал рак. Онкология принесла немало горя семье актрисы. Пять лет назад скончался ее отец, а в прошлом году не стало старшего брата. В обоих случаях один и тот же страшный диагноз. Писала Комсомольская правда. Онколог, мамолог, хирург, врач высшей категории Международного медицинского центра ОН Клиник, Анатолий Михайленко в интервью подтвердил, что генетическая предрасположенность могла вызвать опухоль головного мозга и у Анастасии Заворотнюк. Напомним, что о здравии звезды сейчас молится вся страна. Если говорить об основной причине глиобластомы, то это изменения гена АРС, которые передаются по наследству. Уточнил он, если у ближайших родственников в анамнезе был синдром Горлина или болезнь Бурневеля, есть генетическая предрасположенность к этому заболеванию. И эти генетические изменения не связаны с искусственным оплодотворением, о котором говорят применительно к Анастасии Заворотнюк. Кроме того, стоит отметить, что старший научный сотрудник нейрохирургического отделения Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина Минздрава РФ Владимир Алешин рассказал, что рак мозга, с которым якобы борется актриса Анастасия Заворотнюк, часто диагностируется с задержкой. К сожалению, нередки случаи, когда врачи первичного звена долгое время лечат у пациентов с опухолями остеохондроз, который иногда дает сходную симптоматику, рассказал он. По словам врача, диагностику нужно начинать с МРТ с контрастным усилением. Хотя, конечно, далеко не каждого пациента с головной болью и тошнотой сегодня направляют на такую высокотехнологичную диагностику. Основные симптомы злокачественных новообразований головного мозга – головная боль, тошнота, рвота, приступ и слабость в руке или ноге, отметил медик. Он добавил, что заболевание может длительное время протекать бессимптомно, если опухоль находится в лобной доле.